я думаю что все нормальные люди до конца верили в то что этот безумие кошмар это не произойдет я вам скажу как у меня это было то есть я в эту ночь не спал более того мне сообщили военные о том что они уже точно знаешь в четыре часа будет нападение опять же до конца я как бы не верю машина все время пугали о том что завтра послезавтра все я не спала в это время был на даче и в 4 утра мониторил интернет и увидел в соцсетях сообщение о том что в киеве начались взрывы и ровно через 5-10 минут прилетела сначала слева в районе черкасского гвардейского а потом прилетела справа буквально через минуту в районе аэропорт и такое конечно сюрреалистическое было ощущение когда полетели большое количество птиц которые после взрыва поднялись в плавнях и общем полетели куда-то в неизвестном направлении и тогда я уже точно понял что началась война хотя естественно еще раз хочу повторить все мы не можем она до конца осознать как можно было развязать большую конвенциональную войну в европе после окончания второй мировой войны на европа не наверно точно такого не видела сто процентов по терр обороне мы скажем так сделали больше чем могли но меньше чем хотели почему потому что к сожалению но это опять же после нашей победы мы это будем все оценивать вопрос созданием терр обороны он был затянут на общегосударственном уровне поэтому все это не приходилось делает разворачивать с колес и конечно но нельзя какое слово говорит нам повезло но у нас в отличие от харькова или херсона у нас больше времени было для того чтобы максимально подготовиться и максимально укомплектоваться и максимально развернуться и провести соответствующие мероприятия поэтому сейчас мы опять же 24 на 7 продолжаем укреплять обороноспособность ну а как каким образом давайте поставим за скобками нашу интервью вначале я скажу так что наверное был не то чтобы шок то есть но вы понимаете когда все это произошло то огромное было количество задач особенно когда россияне ехали колонны и кое-где к сожалению на том же юге их не остановили так как должны были сделать не говоря уже о том что можно было чем мозг взорвать но это уже пусть разбирается после победы соответствующие органы почему это произошло тогда скажем в начале войны мы принимали управленческие решения самостоятельно сейчас есть у нас четкая координация то есть вот буквально позавчера было большое совещание между всеми руководителем военных администрации мэров областных центров и офисом президент я постоянно переписываю с министром обороны обмениваться сообщениями поэтому есть у нас координация и мы общаемся ну а хочу общаемся естественно говорить не будет мы все продолжаем общаться все депутаты городского совета у нас есть общий единый чат где мы обмениваемся мнениями помогаем друг другу как-то координируем работу три дня назад я разговаривал за геннадий чем по вопросам покупки бронежилетов то есть у нас ничего не изменилось и фактически мы сейчас как единый кулак что изменилось и что я думаю будет интересно жителям города услышать буквально вчера верховная рада приняла соответствующий законопроект когда он будет опубликован уже окончательно будет понятно его содержание потому что я знаю в него вносили правки но общее как бы канва заключается в том что в условиях военного времени особенно на территории где ведутся активные боевые действия фактически полномочия представительских органов местного самоуправления они передаются исполнительным органом мэром грубо говоря другими словами если раньше например я не мог без городского совета вносить изменения в программы оплачивать какие-то средства назначать директоров там коммунальных предприятий без согласия увольнять кого-то менять структуру все то сейчас скажем мэр становится полноправным руководителем со всеми полномочиями именно в разрезе местного самоуправления это никак не связано с полномочиями военной администрации сама сейчас модель местного самоуправления если раньше она была как бы совещательно представительская то сейчас мэр становится единственным руководителем у которому передаются все полномочия в том числе депутатов местных советов с учетом того что у нас в принципе так давно был предусмотрен протокол о проведении сессии городского совета в электронном виде поэтому мы не будем отказываться от полномочий городского совета тем более все депутаты здесь все со своими избирателями никто не сбежал но для понимания как бы сейчас мы уже живем несколько в другой реальности я говорил с функционерами позже не будем называть своих имена и сказал что на ребят вы как-то деятельность вы сворачивали на что мне было сказано вот смотри мы знаем точно чуть ли не завтра послезавтра деятельность партии будет приостановлено решением и сын да и фактически мы как бы сама распустимся и это действительно прогноз подтвердился как бы ну я считаю что политически и морально им все-таки нужно было не дожидаться решения и сын да а перед людьми не то чтобы покаяться если мы рим за каждых конкретных депутатов городского совета днепровского или областного днепропетровской области то за редким исключением ну вы знаете там одного деятеля которые там флажки там триколоры и пилил и все но скажем так депутатский корпус их нельзя обвинить там не в коллаборационизме ни в чем то есть они все сейчас и волонтерят и занимаются но если вы хотите мою морально-этическую оценку то конечно нужно было не ждать решение сын было просто снять себя эту политическую ответственность добровольно не дожидаясь решений центральных органов власти очень многие водители и просто люди рабочих специальностей которые работают в коммунальном хозяйстве они приходят и говорят у нас есть опыт службы в армии у нас есть воинская специальность все сегодня я езжу на автобусе вчера ездил на танки я на на вами пойду и естественно мы не можем таким людям отказать тем более действительно у которых есть воинская специальности которые могут помочь сбройным силам украины поэтому вот такая есть проблема сейчас я бы не сказал что мы испытываем критические какие-то проблемы в кадрах в связи с происходящими событиями если вы видите то мы даже начали деревья подрезать ямочным ремонтом занялись то есть городское хозяйство не остановилась убирать стали на улицах поэтому как бы тут пока держимся очень многими задают вопрос я на него неоднократно отвечал ехать или не ехать здесь каждый должен принимать решение самостоятельно еще раз пользуясь случаем кто нас слышит то есть опять же не буду говорить как городской голова буду говорить как частное лицо то есть если есть возможность финансово может какие-то родственники ну как вам объяснить то есть всегда лучше перестраховаться в первую очередь это касается детей это касается женщин это касается стариков тем более что у нас налажена полностью логистика эвакуационная то есть все ли на поезд месяц отдохнули посмотрели все понятно что это не касается людей которые работают на промышленных предприятиях критическая инфраструктура коммунальное хозяйство мужиков военнообязанного возраста но женщинам детям и старикам я бы рекомендовал все таки где-то пересидеть в тихом месте потому что смотрите никто же не думал что могло произойти какой ужас и кошмар с мариуполем никто не верил то что они по харьков будет пуля то есть я как бы не хотел бы чтобы сегодня вот нам ночью две ракеты прилетели если еще раз прилетят чтобы началась снова как это паника то есть как она была в первые дни на вокзале то есть все сначала хотели сесть уехать потом вроде как попустила фронт стабилизировался теперь поезда уходят полупустые не дай бог что все опять побегут на вокзал начнется дав поэтому если есть возможность лучше уехать тем более если есть она организационная если есть какие-то опять же родственники какие-то деньги сбережения то есть может быть к этому проще психологически отнестись так ну типа оля взял отпуск там ну понимать и дачи на не задумываясь именно вот о том что уезжаю в никуда и навсегда и на что оставить квартиру и прочим уже жизнь и здоровье это самые большие ценности все остальное на живем я буду делать все что от меня зависит для того чтобы не баловались скажем так частные на поставляющие компании но опять же пользуясь случаями все таки хочу сказать что у кого есть возможность нужно платить потому что ну в противном случае экономика она просто не будет работать и вот я сейчас же постоянно общаюсь с мэрами городов по всей стране западную украину да не ряд парадокс у нас все забито нам приехали десятки тысяч людей все работают кафе рестораны а типа дали налоговые льготы они не платят то есть у них час вытарх гораздо больше был чем до войны потому что народ поехал то есть не не протолкнуться и возникает тогда как бы парадокс то есть ну вы же наоборот стали даже как бы это не цинично звучало в условиях войны больше зарабатывать особенно сфера услуг на западной украины платите деньги то есть все отели забиты но для понимания сейчас же мы ведем переговоры с разными всякими институциями для того чтобы в наш фонд сделали финансовое вспомоществование так вчера я отправил человека на переговоры с южнокорейским посольством для понимания южнокорейское посольство находится на окружной дороге одного из областных центров западной украины в ночлежке для водителей грузовиков тир то есть поймать и да то есть посол там сидит вместе с пятью сотрудниками то есть это просто придорожный даже не мотель то есть как бы вот так поэтому однозначно есть если есть возможность особенно я говорю это ну может быть как бы не только касается нас а тех кто на западной украине сейчас получил такой вал клиентуру если можно использовать такое слово которое сюда совсем не подходит то платить надо иначе просто экономика не выдержит даже при большой финансовой помощи со стороны западных наших партнеров как бы транспорт переведен в эконом режим потому что очень сильно страдают и перевозчики плюс опять же хотелось же подчеркнуть есть тема связанная с комендантским часом то есть водителям общественного транспорта нужно успеть вернуться домой поэтому как бы я и так считаю что мы в условиях военного времени грех жаловаться то есть мы делаем все максимально возможно для того чтобы город нормально функционировал поэтому наверное если есть какие-то нарекания то есть я поставлю транспортному департаменту задачу по улучшению этой ситуации но поверьте у транспортный департамент час работает только на нужды фронта и ищет везде и транспорт и для зсу и для терр обороны поэтому ну здесь надо потерпеть просто я думаю что возобновить его будет несложно то есть мы как бы его законсервировали откачиваем воду занимаемся условно перешли в стадию такой как мы находились до начала строительства несколько десятилетий поэтому в этой ситуации я думаю что дай бог после нашей победы мы сразу приступим технику наши турецкие партнеры оставили то есть они просто забрали личный состав инженеров более того для понимания с руководством компании лимак я все время на связи и с его хозяевами они очень много помогают нам по волонтерской линии лимак не исчез то есть это наши друзья это наши партнеры и они реально помогают и гуманитарной как бы помощью и турецким послом есть связь поэтому за это стоит не переживать я думаю что с метро мы разберемся главное решить проблему с путиным и с российской армией смотрите у людей же сейчас на другое мозги заточены то есть их и не интересуют скажем так шмотки или пьянки гулянки все переживают всех новостях это в том числе и потому что ну даже психологически потребительские какие-то инстинкты если можно так сказать они сейчас приглушены поэтому в любом случае я считаю что те кто может должен открываться должен работать должен производить добавочный продукт должна быть сфера услуг люди ими должны иметь возможность постричься женщины должны иметь возможность сделать маникюр той жизнь должна продолжаться то есть наша как бы задача как в сказке про мальчиша кибальчиша день простоять и ночь продержаться и мы как бы держимся и тянем всю эту историю поэтому мы понимаем проблему и пытаемся их решать насколько это возможно конечно мы будем платить зарплату и вот буквально сейчас после совещания меня уже миллер ждет мы с ним будем обсуждать тарифную сетку там премирование закончим интервью и сразу я еду с ним разговаривать штаб по этому поводу люди должны получать зарплату тем более если они работают и выполняют как бы все возложенные на них функции сейчас появилось большое количество разных гуманитарных миссий поехали сюда всякие французские врачи без границ и какие-то специалисты которые могут оказывать методическую помощь но я думаю опять же я как бы не то чтобы отношусь к помощи с этой со скепсисом так нельзя то есть мы рады любой помощи но я считаю в этих сложившихся ситуации мы еще можем дать мастер-класс всем этим западным коучерам как справляться с подобного рода вызовами но тем не менее то есть мы не чувствуем себя брошенными а вы правильно подметили то есть это основная проблема которая у нас сейчас в днепре то что люди скажем работоспособные имеющие какие-то возможности для того чтобы принимать участие в народном хозяйстве с какими-то сбережениями они проезжают дальше остаются к сожалению те люди особенно пожилые которым ехать дальше нет невозможности не физической не материальной и естественно это возлагается на нас бремени но мы же не можем никого бросить поэтому мы работаем и территориальные наши центры и шелтеры и все то есть это это колоссальная проблема ну мы вообще днепр днепропетровская область по менеджированию процессов всегда и в мирное время занимали так сказать призовые места в украине плюс очень много зависит от взаимодействия коммуникации между разными ветвями власти то есть если мы валентин михалыч резниченко николай васильевич лукашук я как мэр областного центра геннадий олегович корбан как руководитель штаба обороны военные полиция волонтеры все как единый кулак и мы как бы просто каждый день собираемся разбрасываем задач друг на друга не перекладываем ответственность то есть у нас все это работает как часы то соответственно и результат получается такой потому что если особенно в условиях военного времени власти занимаются перетягиванием каната или перекладывание друг на друга ответственности дела не будет но есть вопрос то есть если вы помните последний вот этот вот якобы скандал с господином чмутовым который взял просто оболгал там маковцева оболгала борзова руководителя военной администрации ну я так не буду передавать то есть уже нам обратился к офису президента вот вчера мне звонили с офиса президента я ну шоу вы там с ним разговаривать ну конечно позвонили в чем претензии они говорят ну он блеет просто и все то есть сейчас во первых такой психоэмоциональный взрыв то есть у многих зуд тянется руки клавиатуре а с другой стороны поймаете с гуманитаркой есть разные истории то есть я не хотел бы сейчас развивать эту тему потому что может быть она многим не понравится но очень большое количество экзальтированных людей очень большое количество волонтеров которые видят в этом не как бы эмпатию или миссию а видят в этом в том числе и какой-то социальный лифт что их сейчас вот они а мы после победы еще и потом создадим политический проект и будем верховную раду избирать поэтому мир он же не черно-белый то есть нельзя говорить о том что вот все что связано с гуманитаркой это все белое и все то есть есть разные истории кстати на западной украине гуманитарку очень много продают просто на базарах и я знаю что на власти на это намеренно закрывают глаза а когда я задаю вопросы зачем вы это делаете у них тоже есть логическое объяснение это нам надо внутренний рынок насыщать потому что в условиях разрыва логистики то есть одно дело это гуманитарка куда-то уедет а чеку там не знаю там моющий надо пойти купить или туалетную бумагу пусть он уже пойдет на базар это купит как-то так ну я это привожу как такой может быть контроверсивный пример но вот не может быть ничего знаете вот такого вот вот что все святые гуманитарка волонтеры вот просто вот они у нее они ангелы с крыльями которые все летают и все остальное смотрите звонили писали более того я же говорю я хочу сохранить интригу у меня есть еще пару человек уровня роберта патрика которые в принципе теоретически дали согласие наш фонд поддерживать и быть послом днепра но постучу по дереву шут наши договоренности склеились окончательно и как бы тут надо сохранить интригу и макс продолжает заниматься то есть поставил большую амбицию 30 за 30 30 миллионов за 30 дней на такое дело то есть я с ним на связь то есть мы работаем но если мы говорим например про крупных промышленников там например компания интерпай то есть они реально очень много помогают материально техническими ресурсами ну то есть опять же компания т.б. гена будкевич то есть не хотелось бы опять же выдавать но это пусть не военная то но когда это десятки тонн продовольствия то есть логистика какие-то металлопрокат на строительство укреплений то есть вот поверьте крупные промышленники в этой ситуации не остались в стороне наверное если бы еще и денег подкинули было бы неплохо но я же говорю что кроме одиозного товарища ко всем остальным как бы и претензии предъявить нельзя потому что не все исчисляется в деньгах вполне может быть что и березе помогать что то я слышал бронежилеты он там закупает ну то есть как бы тут после победы уже все и вся расставит на свои места я говорю что условно в штабе областном его не слышно и не вид а сейчас же есть масса точек приложения для того чтобы как-то помочь поэтому давайте пусть занимается другое дело может ли он помочь столько сколько может понимаете то есть это же может быть имитация деятельности мир еще так до конца и недооценил степень влияния российской пропаганды на умы их народа населения она и так не особо умом отличалась и логическими какими-то умозаключениями а после того как им бомбардируют их телевизором круглые сутки то есть они просто уже ну то есть они попали тоже в информационный такой пузырь и я вам скажу это как бы вот есть такой пазе психологии самоиндукция вот почему россия развязала эту войну страшно потому что она сама себя накачивала пропагандой и потом сама же в эту пропаганду и поверила то есть она сама индуцировать и потом уже это получился замкнутый круг у меня у меня нет прогноза скажем так я не знаю честно сказать я не знаю я уже сказал что наша задача каждый день делать благое дело каждый на своем рабочем месте для укрепления обороноспособности и помощи вооружащим силам украины а какой будет прогноз но смотрите на самом деле 99 и 9 десятых прогнозов аналитических центров политологов не знаю министров и перри министров серьезных западных стран они же не сбылись то есть вы видели да насколько вообще да насколько как бы все предпринимали какие-то усилия и тем не менее этот параноик бункерный дед пошел в атаку причем я так понимаю что он так до сих пор и не понял зачем он это сделал и он вообще находится в каком-то своем я так понимаю искусственном виртуальном мире поэтому для меня если вы хотите прогноз ключевая опять же это так мнение не мэра частного лица ключевая дата это 9 мая то есть мы имеем дело с психопатом который я не знаю ну то есть представьте себе вот если ситуация будет так как происходит сейчас она не очень на 9 мая будет в москве проводить парад победы чего то есть позора ну понятно что они нарисуют любую виртуальную картинку у себя в телевизоре и запустят надувные танки или я не знаю покажут парад прошлого года скажешь это был сейчас парад ну я утрирую но тем не менее то есть они к 9 мая должны что-то сделать то есть либо интенсифицировать боевые действия либо выйти на какие-то договоренности политические опять же не буду комментировать это у нас есть президент который мы все доверяем и он будет принимать эти решения и потом эту историю продать своему избирателю рашки вот как-то так однозначно надо верить в победу и победа будет потому что с нами бог и с нами правда мы уже показали миру удивительные примеры героизма и я вот много общаюсь с западными дипломатами вчера с американским послом разговаривал то есть нам никто не давал шанса больше там 48-72 часов мы развенчали реально миф о непобедимой 2 армии в мире то есть если бы они просто варварски бомбардировками нас не бомбили с воздуха то я думаю что их наземная операция уже давно бы свернулась по ним уже давно бы все убежали бы обратно поэтому уже мы показали этот пример поэтому победа будет за нами это однозначно конечно надо потерпеть и конечно самое страшное что к сожалению лучшие светлые люди могут эту победу не увидеть особенно наши солдаты то есть мы тоже несем потери но скажу так все это было не зря и однозначно мы победим и у нас просто нет другого пути то есть это война на уничтожение украинской нации то есть они не могут просто на уровне физиологическом чувствовать я имею ввиду русские и вся эта путинская клика и весь их народ они не могут на физическом уровне чувствовать что рядом с ними находится государство свободных людей есть свободная пресса дней свободные выборы есть возможность менять власти есть возможность критиковать власти где есть возможность дышать полной и свободной грудью. То есть, их просто от этого разрывает. Где-то, наверное, интуитивно в душе они понимают свою эту ущербность. Поэтому они будут продолжать переть дальше. Но мы выставим.